В общественных обсуждениях участвуют архитекторы, представители молодежных движений, общественных организаций, вузы, а также депутаты законодательного собрания. Всего на повестке рассмотрение четырех объектов универсиала. В этом списке постройка спортивно-тренерского комплекса в Бобровом лагу, возведение целого спортивного кластера «Радуга» в Октябрьском районе Краевого центра, лыжного стадиона и трасс для хавпайпа и рядом трасс для фристайла, а также уникального ледового дворца на улице Партизана Железняка, который рассчитан на три с половиной тысячи зрителей. То есть называется размещение здесь не только ледового ряда, но и трансформацию ее для различных видов проведений и соревнований, в том числе и баскетбола. Эскизы спроектировали специалисты из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга. На разработку ушло почти 380 миллионов рублей из федерального бюджета. У участников обсуждения много вопросов вызвал внешний вид будущих объектов. Докладчики обещали учесть все замечания архитекторов. Особое внимание члены комиссии по подготовке к универсиаде уделили наследию этих объектов. Они должны стать центрами развития профессионального и массового спорта в краевом центре, а также стать площадками для проведения соревнований международного уровня. Красноярск давно научился проводить различные международные соревнования по различным видам спорта. Так что у нас пройдут предварительно, например, чемпионат мира по спортивному ориентированию за год до универсиады. Согласно проектам, в Красноярске появятся не только спорткомплексы, но и еще один 50-метровый бассейн, вертолетная площадка для санавиации в Бобровом лагу, парковка на 480 мест на партизана-железняка и десятки других дополнительных объектов. Кроме того, специалисты проведут реконструкцию центрального стадиона и дворца спорта имени Ивана Ирыгина. Кстати, некоторые из представленных сегодня проектов начнут воплощаться в жизнь уже в этом году. Строить их будут за счет федерального бюджета, краевой казны, а также частных инвестиций. Многофункциональный спортивный центр «Сопка» готов к тому, чтобы проводить конкурсы. И надеемся, что не позже июня месяца мы его проведем и в этом году начнем строить. Объект не спорта, но здравоохранение, хирургический корпус БСМП в текущем году тоже начинаем строить. Остальные объекты начнут возводить в 2016-м. Перед этим для них должны подготовить проектно-сметную документацию и просчитать конечную стоимость. Эту работу специалисты должны закончить к октябрю. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова